Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу показать тебе интересный биткоин-анализ, который говорит нам о том, что потенциальный взлет биткоина может быть уже 11 июля. Также я покажу тебе крутую анчейн-метрику, а закончу собственной сделкой на бирже OKEX. С этого дня и на протяжении следующих месяцев в конце почти каждого своего видео я буду делиться с тобой своими сделками на той или иной бирже. Ты можешь повторять их, а можешь лишь наблюдать и вести статистику. Однако, предупреждаю, торговля криптовалютами очень рискованное занятие и может привести как к сказочным богатствам, так и к быстрому разорению. Нет лучшей стратегии заработка на криптовалюте, чем покупка биткоина на длинную перспективу, то есть на лет 5 максимум. Теперь, когда ты предупрежден, мы можем приступить. После того, как биткоин пропампили с 28 до 32 тысяч долларов, он снова вернулся в этот коридор, в котором торгуется уже с начала мая месяца. Я думаю, что мы протопчемся в этом коридоре еще как минимум один месяц. Почему? Потому что это уже было в прошлом, в такой же консолидации цены биткоина возле уровня в 30 тысяч долларов. Давай посмотрим на эту ситуацию. Мы видим здесь локальный пик, после чего был обвал почти на 50%. Затем цена находилась в боковике почти 62 дня. Также интересно, что в это время RSI обвалился до своих минимальных значений. При этом мы увидели бычий крест на MACD. И как только цена пересекла 50-дневную среднюю скользящую и закрепилась выше нее, мы видели вот этот взлет цены биткоина. И это было как раз на 62-й день после достижения дна вот здесь. Если мы посмотрим, где мы сейчас, мы увидим поразительную похожую ситуацию, которую мы только что разобрали. Мы видели локальный пик вот здесь, затем падение цены биткоина почти на 50%. Кроме этого, мы видели, как RSI достиг минимальных своих значений точно так же, как вот здесь. А также мы видим бычий крест на MACD, точно так же, как и вот здесь. Однако мы видим, что 62 дня еще не прошло. Более того, цена биткоина до сих пор находится ниже 50-дневной средней скользящей. Из чего мы можем сделать вывод, что разворот цены биткоина произойдет тогда, когда с момента максимальной просадки пройдет около 62 дней, а цена оседлает 50-дневную среднюю скользящую. Закрепление выше этой скользящей ценой биткоина и будет сигналом к тому, что нас будет ожидать ралли биткоина, похожее на то, которое мы видели вот здесь. Теперь я хочу пройтись по анчейн-метрике. Начнем с этого крутого графика. Что мы здесь видим? Это график цены биткоина сверху. И снизу мы видим диаграмму под названием Realized Loss. То есть количество биткоинов, проданных в убыток. Обычно скачок этой метрики до исторических пиков обозначал достижение дна ценой биткоина. Мы видели пик этой метрики, когда биткоин падал в мае 2021 года вот здесь. Вот дно биткоина и вот пик этой метрики, который предзнаменовал его. Такой же пик этой метрики мы наблюдали перед тем, как биткоин достиг дна в 2020 году, а именно в мартовском крахе из-за ковида вот здесь. Также мы видели пик этой метрики и на дне медвежьего рынка 2018 года. Сейчас мы видим, что эта метрика снова достигает исторических пиков. И мы уже знаем, что пики этой метрики означают либо то, что дно уже достигнуто, либо то, что оно уже близко. Здесь мы видим некоторые исключения из правил в 2017 году, когда эта метрика достигла своих самых максимальных значений, которые даже выбиваются из общего тренда. Мы видим, что это привело к затяжному падению цены биткоина. Однако после этого сигнала у тебя было около 6 месяцев для того, чтобы выйти из биткоина в плюсе. Так что это очень ценная информация в любом случае, за которой нужно следить время от времени. Этот график действительно умеет предсказывать, когда будет дно падающего рынка. Следующая анчейн метрика называется cost basis. Cost basis это метрика, которая показывает сумму цены покупки биткоина и комиссионных, которые были заплачены за эту покупку в тот или иной момент времени. Но интересно то, что на этом графике мы видим не просто cost basis, но сравнение кратко и долгосрочных показателей этой метрики. То есть это сравнение того, сколько заплатили холдеры, которые накапливали биткоин недавно, с тем, сколько заплатили за него те холдеры, которые уже являются долгосрочными. Таким образом мы получаем вот этот синий график, который показывает соотношение этих двух показателей. И что же мы здесь видим? А то, что обычно, когда этот синий график обваливается до самых низких значений и пересекает вот эту зеленую линию снизу, биткоин достигает своего дна на падающем рынке. Мы видели это дважды за последние 7 лет, в период с 2015 по 2016, а также в 2019 году. И прямо сейчас, как ты видишь, мы снова приближаемся к этой зеленой линии. Пересечение очень-очень близко. И каждый раз напомню, когда синяя линия пересекала зеленую, биткоин достигал своего дна. Возможно, как раз 11 июля это пересечение и случится, как мы говорили раньше. И последний график, который я хочу тебе показать, это неликвидное предложение биткоина. Если точнее, это сравнение неликвидного предложения и всего предложения биткоина. И мы видим, что прямо сейчас этот график начинает синеть. Это значит, что количество монет биткоина, которое не двигалось длительное время, уже превосходит количество новых монет, которые добывают майнеры. И что, спросишь ты, что это вообще, зачем это? А то, что как только спрос на рынке резко вырастет, взлет цены будет практически параболическим, потому что предложение ограничено, покупать практически нечего. А теперь я хочу перейти к своей сделке. Как я говорил, каждый день или почти каждый день я буду делиться своими сделками, если я их найду. Еще не знаю, в каком это будет формате, но я думаю, что на ходу что-нибудь с тобой да и придумаем. Сегодня я нашел следующую сделку в паре Waze против USD. Купил ее на бирже OKEX. Почему? Потому что на графике я обнаружил формирующийся бычий флаг, что является бычьей фигурой. Покупаю только на закрепление выше верхней границы и продаю несколько раз. Первая цель 5%, вторая цель 10% и третья цель 20%. Стоп-ло ставлю на 5% ниже. Если ты хочешь повторять эти сделки, то регистрируйся по ссылке в описании. Это биржа OKEX. Она отлично работает в России, в отличие от Binance. Пока что никаких санкционных действий по отношению к россиянам она не предпринимала. Ну а завтра в новом видео я дам новую сделку и покажу результаты старой. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал. Обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые сделки. Также подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok